всем привет друзьям продолжаем играть факторе и вот это вот наша фабрика единственное что я здесь сделал с прошлой серии этого как раз поменял вот этот конвейер который был с такой петлей писали в комментариях что зачем те столько конвейера здесь так вот я его как раз разобрал дам сделал по-другому более оптимально так что у нас еще есть здесь на этой карте я думаю что нужно переделать завод по производству конвейеров и завод по производству вот этих вот моторов как они называются одноцилиндровый двигатель вынести куда-то отдельно потому что так как они сейчас сделаны это не очень здорово лучше сделать по-другому да их тут не хватает мощности не хватает вот просто конвейеров которые я могу где-то собрать себе например хотелось бы их переделать иначе они все будут расходиться сейчас у нас появится чего-то тот зеленый зеленая колбочка на логистический исследовательский пакет и все конвейеры будут просто улетать в исследование это неправильно поэтому я хотел бы тут переразобрать и сделать по-другому производство например каким образом например вот так вот вынести сюда производство шестерней например таким вот образом дам сделать сделать здесь и нам нужен будет еще разделитель разделителя построю пока ресурсы есть они дорогущие так что топливо заканчивается вот когда фабрика уже становится большой старые твердотопливные всякие фабрики заводы манипуляторы они приводят к проблемам потому что нужно постоянно заправлять их всех а иначе они останавливаются ты когда размер фабрики уже крупный то это делать довольно проблематично то есть надо все оббегать везде закидывать угля это хлопотно также надо не забывать закидывать угля вот в эти вот экскаваторы иначе у нас тоже тут все останавливается все есть что можно сделать дам так вот разделитель как я уже говорил мы сейчас сделаем завод шестерней эти шестерни мы будем использовать дальше для завода моторов можно вот сюда вот наверно вынести в линию завод моторов опять что-то где-то не хватает так вот это можно разобрать когда будет а прямо здесь можно построить ну давайте с отступом да так это завод будет одноцилиндровых двигателей нет конвейеров у нас очередной раз мы для этого его и делаем чтобы у нас были конвейер чтобы было в нормальном количестве этих конвейеров мы больше не испытывали чтобы в них нужду никакой так здесь мы также берем так теперь у нас нету манипуляторов всегда чуть не хватает манипуляторы есть здесь конвейеры тоже в принципе какое-то количество накопилось поэтому это нормально так как эти шестерни выкидывают эти берут шестерни и здесь надо длинные манипуляторы теперь на выход чтобы выкидывать двигателя так выкидываем двигателя вот сюда и с этой линии можно сделать также опустить отсюда железо так как опустить поставить здесь сплиттер дам например вот так здесь сделать железо здесь сделать моторы по моему нормально получается по крайней мере выглядит неплохо так железо моторы это я сделал и теперь надо сделать производство конвейеров тоже хотел сделать хотя бы два завода с какой стороны делать только на вопрос мотор в конвейер нужен один а этих этих много плит кстати завод конвейеров быстро очень производит эти конвейеры может быть и одного завода здесь будет достаточно просто нужно быстро все собирать так ну ладно сделаем тогда вот так вот таким вот образом вот здесь расположим а потом будем думать тут как перестроить а ну либо можно вот сместите на давайте лучше сместимся так будет так будет лучше даже вот в эту сторону просто все направим здесь тоже будет пускай вот так вот здесь можем разместить сколько угодно так ну пока все равно один оставляем так один длинным и один коротким захватываем все делаем везде проводам завод для опор вот этих проводов тоже надо бы сделать так здесь все начинает функционировать ну что сразу один или да еще один добавим так вот сюда вот должны прийти конвейеры так пускай они будут приходить так они будут вот отсюда конвейеры мы сделаем вот отсюда таким вот образом так все сюда они приходят здесь мы делаем сплиттер да сразу пошло с хорошей скоростью производства сплиттер сплиттер не туда только здесь будет направление здесь будет вот это направление вот таким вот образом с этой стороны будут идти манипулятор с этой конвейер так и с двигателями нужно что-то придумать по двигателям тут тоже будет сплиттер так блин на сплиттер то надо много материалов не хватает так здесь кончилось с моторами можно кстати без сплиттера наверно можно просто вниз провести ну какое-то количество все равно туда туда выйдет но правильнее сделать со сплиттером конечно же вот так вот разделить добавить еще одну линию для моторов которые пойдут на производство снизу вот сюда так здесь нам снова не хватает конвейеров снова что-то ничего не хватает так эти работают только порадовался что все пошло бодрячком и не хватает на самом деле металла все равно не хватает даже два вот этих вот экскаватора не не прокармливают всем они все вот эти печки так у нас исследовали статьи зеленые пакеты то есть теперь мы можем назначить что они тут производятся и порадоваться за науку а в науке я предлагаю изучать даже не знаю что с одной стороны можно изучить радар например или логическую сеть вроде как это и другое полезно но логическая сеть пока наверно не актуальна так есть еще бурилки электрические они дают доступ ко второму экскаватору так как кому-то глубинному бурению вот это я не знаю уже это какие-то новые технологии пошли из модов так есть еще вот такой многоцилиндровый двигатель который дает доступ к поездам и тоже как скватором я думаю что вот с него тогда начнем быстрый манипулятор швейна ладно быстрый пока не критично вот эта вот штука наверное будет интереснее к поездам нам открывает путь поезда в принципе будут актуальны очень скоро я думаю так ну что еще немножко насобираем тут чтобы сделать больше конвейеров так здесь вот так вот здесь она вот этого не будет так но здесь я бы тоже сделал сплиттер на самом деле чтоб всем всем все хватало так вот ладно перестроим чтобы было красиво все все готово мы посмотрим как это работает но моторы как-то совсем не хватает пластин но это временно на самом деле потому что вот этот конвейер забьется и все пластины поймут дальше сюда может быть надо было здесь разделить но я наверное тут не критично буфер очень маленький такой образовался буфер на конвейер поэтому да вот сейчас вот уже эта фабрика не сможет выгружать и излишки пластин пойдут пойдут дальше проходить смотрим да это работает эта фабрика уже не выгружает но еще берет она сколько-то сможет взять у нее тоже есть свой внутренний буфер небольшой какая ненасытная собирает все перестала собирать и вот часть этих пластин пошли на моторы все ну а дальше чтобы здесь увеличить она будет уже раскачивать еще печи так что у нас загрязнением загрязнение кстати невысокая держится то есть не критично вроде пока можно действительно увеличить масштаб добавлять еще один экскаватор и увеличивать здесь количество печей вполне возможно такое так что у нас по графикам по графикам за 10 минут у нас количество конвейеров у нас выпускаться больше не стало моторы вот с моторами сейчас ситуация более-менее стабилизируется не знаю выйдем мы нам на показатель предыдущий или нет но должны выйти по идее так сложно сказать по конвейерам тоже бы хотелось чтобы было больше производства видимо все зависит еще от количества самих пластин так ладно как-то идет как-то идет и ладно что можно сделать дальше можно сделать завод по производству опор лэб принципе актуальная вещь вручную сделать не очень здорово доброго здесь все меньше и меньше у нас пластин до доходит до вот этих вот всех фабрик почти не хватает им пластин почти ничего из этого не делается на наверное надо сначала увеличить масштаб все-таки выработки да так можно играть можно долго играть в принципе ничего не увеличивая никакие масштаба просто эта игра будет очень длинная но зато относительно спокойно это и жуки не прибегут все будет делаться просто будет делаться не быстро так собираем на еще один экскаватор также его расположим так и также выходы с него сделаем так здесь что-то кончилось камень здесь будем вот отсюда добывать камень так развернуть вот тоже немного но я сторонник вот разбирать вот эти вот границы аккуратненько чтобы ресурсы не перемешивались а потом уже выгребать остатки так все здесь пошло здесь можно добрать еще печек хотя бы еще две то точно можно сделать так и конвейер и опять не хватает конвейеров постоянные проблемы с ними все готово 3 экскаватора копают всем норм сейчас должно побольше пластин приходите все-таки получше будет обеспеченность база я думаю что мы вырастим в количестве например и конвейеров и и двигателей пока примерно вот на вот этом уровне остаемся данном сейчас должно подрасти потребление по крайней мере руды у нас увеличилось да вот видим что растет уже количество произведенных двигателей и сейчас будет расти произвели количество конвейеров производимых все взаимосвязано и потом сплиттеры и подземные конвейеры будут тоже производиться в большем количестве надеюсь так вот если мы их только оставим но тут микроскопические цифры пока в час но не страшно разгонимся вот здесь уже разогнались уже уже выше стали чем было и в среднем то есть вот эта вся реконструкция на не зря проведена позволит нам ускорить производство так что можно еще и поделать вот этот вот завод надо перестроить сделать два завода так еще я бы делал электрический постепенно заводы потому что вот это вот все старье она подведет меня в самый неожиданный момент поэтому нам заменять обычный на электрические везде где можно и манипуляторы и заводы лаборатории тоже нужно будет сделать электрический попозже для их надо изучать отдельно так вот здесь вот здесь вот здесь вот как тут можно сделать два завода наверно очень просто но этот завод шестерней убрать вот эту часть перестроить полностью опустить здесь вниз так а здесь нам пригодится здесь сделать сплиттер и часть направить вот сюда так и здесь электричество мы нарушили бывает так здесь здесь дам так и сделать здесь завод шестерней еще один как его расположить еще пониже тогда у нас ведь тут тоже место освободилось коль место освободилось то мы этим и пользуемся так завод шестерней отделить его может отдельную ветку давайте отделим отдельную ветку ему так еще один сплиттер разделитель и вот они начали производиться наконец-то так вот так вот сделаем все у него будет своя веточка и здесь он будет делать нам линию с шестернями так и эти шестерни мы должны будем подвести на два завода у нас тогда будет два завода таких вместо одного делаем вам так как их лучше сделать а вот здесь и сделаем один так один вот так даже можно рядом да здесь немножко реконструируем тоже здесь оставим путь по низу это будет путь к меди здесь по верху это будет путь к шестерням нормально пока здесь нам надо просто подземку сделать так здесь нормально проходит здесь так здесь так конвейерами совсем не копятся все равно медленно очень производства так здесь шестерни метеориты опять падают непонятно даже где а он высоко так и надо делать конечно же лэпп так шестерни пошли и красные бутылки тоже сейчас пойдут я надеюсь так для них надо сделать еще длинные манипуляторы вот так вот так все два завода сделать красные бутылки но якобы два да потому что на шестерни все равно не хватает материалов все равно не хватает и все все останавливается ничего ничего не улучшается ну ладно не страшно я думаю что постепенно мы все равно все улучшим и все будет хорошо он добавим еще печей так еще можно допить печи еще нормально здесь остается место на конвейерах опять ничего не хватает ни конвейеров ни манипуляторов конвейеры ладно конвейеры хотя бы тут можно забрать их уже более-менее делается с манипуляторами прямо беда так здесь так все готово еще две печки подключили ну это примерно предел вот этих трех экскаваторов то есть тут уже наверное еще две уже нельзя будет воткнуть так ну вот железные пластины зато идут уже сплошным потоком и по графику мы можем это тоже наблюдать что количество их резко увеличилось ну не может не радовать так и количество произведенных двигателей конвейеров сейчас тоже должно все-таки увеличится за последний час выросло и мы еще давайте посмотрим на производство колб красные колбы и зеленые колбы у нас вот так вот но как-то делаются не сказать что пока количество увеличилось не особо заметно но я думаю что все равно увеличится так что здесь снова падение какое-то почему уже не хватает что ли почему не хватает да то есть 33 экскаватора хватает их только на сколько 6 на 12 на 12 печек то есть один экскаватор на 4 печки они на 5 как я раньше считал поэтому но тогда надо еще две печки сделать и поставить еще один экскаватор будет норм производство будет прям прям расти ну как все медленно автоматизация вроде уже столько всего автоматизировала все равно все все в дефиците со мной ничего толком не хватает так здесь так конвейеры теперь жди конвейеров это сюда это сюда линию электроперенач так все здесь готово и теперь еще один экскаватор надо сколько на него надо материалов просто умотаться уже такая добыча по крупному пошла может быть тут двигателями кем-нибудь взять с ними тоже дефицит так еще нам надо три манипулятора вот это уже интересненько уже строится где его поставить то кого-то вопрос вот так вот поставим так придется собрать вот так конвейер не очень красиво что сделаешь а он так и не подгребает она вот так все так а здесь тоже тогда провод нужно вот так вот так нормально и все печки как раз работают то есть все все прекрасно функционирует и вот сейчас то мы как раз увидим что рост пошел что все это сделано не зря было так моторы так конвейеры вот так что там еще бутылки ну не очень то и понятно что рост пошел на самом деле но добавилось некоторые что ли стабильность в графике а вот нет вот пошел пошел рост красных бутылок сейчас все немножко увеличится да то есть все все это сделано не зря ну уж про вот этот график мы говорить не будем тут явно видно что улучшилось по сравнению с тем что было так все все готово так что можно еще улучшить вот сюда вот наконец-то стали доходить какие-то ресурсы здесь явно медленно справляется манипулятор можно добавить еще один не хватает скорости здесь перекладывать эти вот провода в два манипулятора будет быстрее и тогда мы сможем чаще делать эти двигатели чаще двигатели больше больше вот этих манипуляторов электрических быстрее все пойдет может быть еще один добавить туда здесь прям видно что слабое место даже вот так вот это они довольно медленно хотя тут может быть и завод сам работает на пределе своих возможностей так и нужно менять заводы еще на более новые на электрические особенно в тех местах где часто они используются потому что иначе придется бесконечно бегать их заряжать так что у нас с медью так давайте здесь сделаем раскладывал на 2 что ли чтобы по обоим линиям мечла также по идее вот здесь надо сделать в принципе тут не очень критично ресурсов мало еще так просто удобнее из конвейеров собирать не надо далеко бегать будет увидишь что на конвейере есть значит значит там сразу много что на обоих линиях будет так все здесь все хорошо сприттеры делаются подземные конвейеры делаются отлично обычные конвейеры ну тоже делаются но видимо сразу где-то расходятся их можно тоже тогда отделить в отдельный ящичек вот так вот например сделать а это мотор это не тот вот здесь он сделать конь сплиттер и отдельный ящичек вот так вот так и манипулятор все про это можно будет забывать она сейчас будет само все складываться складываться делаться все будет прекрасно конвейеры больше не придется вручную делать так ну вот все в принципе функционирует неплохо заправим еще вот эти штуки посмотрим что у нас в медном медный тоже надо заправить так здесь у нас везде все более-менее оптимизировано так ну вот электрические манипуляторы по-прежнему все в дефиците не видно их тут все все разлетаются давайте сделаем тоже тут сплиттер и попробуем их себе забирать в какой-нибудь сундук потому что но не все же отдавать под науку что-то надо и себе оставлять так сплиттер как лучше только сделать его лучше вниз наверное потому что на их производство тратится тоже довольно большое время лучше пускай они складываются в ящичек они только не только идут судам потому что наука это понятно и сколько дашь все она легко утилизирует все ресурсы мы пока не будем торопиться форсировать научные исследования мы будем не спеша не спеша делать вот я сделаю сейчас броню кстати на сделаю этот тот автоматик и можно будет уже не так бояться у нас будет тяжелая броня и пулеметчик и какое-то количество патронов с патронами кстати надо сделать наверное еще один заводик для того чтобы делать так у нас есть заводик где-нибудь вот здесь вот нормально вроде сюда все вписывается для простых патронов желтеньких нужны только железные плиты так сундук побольше поставить такой так ну да два манипуляторы сказал что не буду делать манипуляторы по факту я продолжаю их делать все сейчас подключим питание а питание уже подключилась все тогда все здесь работает все хорошо я сделаю вот так пока чтоб он весь металл не сажал чуть-чуть пусть делают так отлично манипуляторы тоже стали делаться конвейер стали делаться все производство пошло наука сейчас тоже будет делаться многоцилиндровый двигатель изучится и сможем двигаться дальше постепенно железным дорогам я думаю что железную дорогу вперед изучить может быть радар железную дорогу быстрые манипуляторы тоже можно на вот для вот этих вот для узких мест так что не хватает для железной дороги логистика 2 ну а тут надо очень много для логистики 2 и только после этого железные дороги откроются это что-то как-то дофига до для печек для печек меньше надо все так радар радар тут один вид да на этой карте да это походу уже не радара но изучим радар тогда радар точно нужен будет так ну вот и все теперь то на этом можно заканчивать эту серию мы уже немножко продвинулись вперед переделали тут сделали улучшение короче много всего сделали интересного спасибо за то что смотрите ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комменты подписывайтесь на спонсорство канала если у вас есть такая возможность до новых встреч пока пока